Ритмика и импровизация Понимать музыку, а не быть просто исполнительным То есть научиться быть музыкантом Сейчас мы будем разбираться с вами в импровизации Здесь тоже будет небольшая теория Но я постараюсь давать ее минимум Как бы самые азы, которые помогут вам разобраться Итак, что необходимо для успешной импровизации нам с вами в первую очередь В первую очередь нам нужно с вами, как вы видите, это выучить название латинская нота Каждая нота есть свое название, которое нам в дальнейшем поможет Дальше, нам нужно необходимо выучить гриф инструмента Нам выучить точнее до 12 лада От 12 лада ноты подходяются То есть, как вы видите, опять на экране У нас полный гриф инструмента В начале у нас открыты ноты в кружочках Это нота ми, си, соль, ре, ля, ми Дальше каждый лад, большие кружочки В ноте, которые большие кружочки Целый лад Каждый лад имеет свою ноту То есть, диезы, биболи мы чуть позже коснемся Для успешного и быстрого изучения Я предлагаю вам брать по три лада То есть, взял три лада Выучил все целые ноты на трех ладах Дальше взял три лада Выучил на трех ладах И так далее, до 12 лада От 12 лада вы поймете, что все ноты повторяются У кого какой гриф длины Это то же самое можно будет использовать и на акустической гитаре Что я буду говорить Смело можете брать акустику вашу Акустическая гитара И то же самое повторять Будет чуть, конечно, звучание другое Потому что все-таки на электрогитаре есть электрогитара Но в целом весь принцип импровизации Полностью можно перенести на акустическую гитару И так, мы продолжаем Также на электрогитаре есть определенные приемы игры на инструменте Первый прием, который мы с вами разберем Мы возьмем сначала три приема Давайте мы возьмем глиссанда, бэнд и вибрато Что касается глиссанда Глиссанда это скольжение То есть глиссанда отрабатывается в упражнениях на каждом пальце То есть указательным, средним, безымянным На каждой струне То есть глиссанда С первого, да, там с ввода Не важно, третьего Да, все Это обычно все приемы игры, они вместе комбинируются Итак, что такое, глиссанда я вам сказал Что такое вибрато? Вибрато это у нас с вами Мы колышем струну, то есть поперек грифа Вот она у нас струна То мы качаем, раскачиваем звук, колебания Есть глиссанда вибрато, когда подверг Классическая вибрато, когда вдоль стороны Вибрато тоже отрабатывается каждым пальцем Не пытайтесь перескакивать Будьте с самого начала честны по отношению друг к другу Потому что перескакивая с одного приема на другой Без отработки достаточного времени Уделения, то есть вы должны 100% научиться этому приему Ни в коем случае не пытайтесь сами себя обмануть Только тогда будет успешное изучение этого материала, который вам дают И третий приемчик Это у нас бенни Здесь у нас бенни Это подтяжки То есть у нас Почему за что нота? У нас есть нота Например, давайте возьмем ноту на седьмом ладу Третьей струны Это нота рэп Вот мы делаем бенни Бенни, то есть подтянуть струну до следующей ноты Следующая нота после рэ это нота рэп Вот она Как вы делаете? Вы берете что-то здесь Здесь ставится третий палец на данный лад Где вы хотите сделать бен А два остальных пальца, средний указательный Ставятся на струну, как бы помогая ей То есть тянуть нужно Большой палец, как вы видите, у меня находится на грифе То есть делать на него упор и тянуть То есть получается тянешь Тянешь И от ноты рэп Нужно дотянуть до ноты ми То есть, когда делаете бен, проверяйте себе Вы сделали бен Конечная нота Вы ее побили Извлекли, услышали Теперь пришли предыдущую Па-па То же самое на следующем ладу У нас нотка ми и фа Нотка фа находится совсем рядышком Да, то есть чуть-чуть тянуть Да, то есть чуть-чуть тянуть Да, то есть вот, вот вы Должны четко слышать Научиться слышать эти бенды Не просто а попал, не попал А научиться слышать эти бенды То есть нужно развивать свой слух параллельно В изучении у грифа И не приемов от ряда инструментов Дальше Вибратор я вам сказал Бенды бывают в нескольких видах Первый Это прямой бенд Когда мы ставим палец Бьем по струне И тянем его Это у нас прямой бенд Дальше есть обратный бенд Когда мы струну Не извлекая звука Дотягиваем до нужной высоты Потом только бьем И извлекаем И опускаем ее в исходное положение И если комбинировано То есть не пытайся Старайтесь всегда комбинировать Приемы То есть сделали Глиссандра Глиссандра Соединяйтесь с вибраторой Это будет очень интересно То есть сделали номер с ля до си Со второго лада До третьей струны До четверого С ля до си Покачали Третьим пальцем С ми до соль Например Покачали То есть соединяйте Так у вас будет более успешно И продуктивнее будут занятия Вибратор Еще раз повторяю Мы ставим третий пока палец Вторым пальцем пока первым будет тяжело Но нужно научиться всеми пальцами Мы ставим просто палец И тянем Все на своем палец Еще несколько приемов Которые нам помогут украсить Наши импровизационные моменты Это первый прием Это хаммер он Хаммер означает Молоточек Образное движение Выбиваем Что мы здесь делаем Мы указательный палец ставим На предыдущий лад Вот в данном случае У меня пятого от третьей струны Мы извлекаем звук Извлекли звук А третьим пальцем Мы как бы убиваем ноту То есть не просто касаемся этой струны А как бы пытаемся пробить сквозь Сквозь струны Следующий прием Это пол-оф Это сдергивание То есть мы когда Ноту Есть один момент прямой Когда мы играем хаммер он И сдернули тоже То есть именно сдернули Ноту Или просто мы ставим третий палец Извлекаем ноту И сдергиваем То есть эти приемы Используются в любом положении Вот Хаммер он по уфаммер рассказал Также присутствуют моменты При игре риф И каких-то моментов Это огрушение Тут пыльная сторона ладони Пригрушаются струнки То есть получается Не полное глушение А как бы если мы играем на открытых А чуть приглушаем Чтобы правильно Красиво и быстро играть Нам нужно правильно извлекать звук То есть медиатором Здесь момент Некоторые произведения Играются удары Сверху вниз Только сверху вниз Опять же Сверху вниз Но нам нужно научиться Играть медиатором Не только сверху вниз Потому что некоторые вещи Чтобы они получились Сочно и интересно Нам нужно научиться Играть медиатором Сверху вниз И снизу вверх То есть, сила удара сверху вниз должна быть равнозначной силе удара снизу вверх. Для этого мы с вами все это отрепетируем. Играйте на шестой струне, то есть на всех струнах. Потому что у каждой струны есть своя сила натяжения. И чувства медиатора на каждой струне будут абсолютно разные. Для этого вам необходимо будет тоже потренироваться. Что мы здесь делаем? Здесь поможет нам упражнение стандартное, стационарное. Играется оно в начале разучивания материала. То есть, вы получили теорию, поизучали, например, ногти, ногти, ногти. А потом, что мы делаем? Мы указательным пальцем зажимаем первый лад шестой струны. Делаем удар сверху вниз. Дальше, не убирая первого пальца, мы зажимаем второй лад шестой струны. Играем снизу вниз. И так далее. Третий лад сверху вниз. Четвертый лад не убираем снизу. Вы здесь развиваете вашу левую руку, которая является, да, на грифе она зажимает. То есть, позицию вырабатываете правильно в постановке руке. То есть, как вы видите, да, пальцы округленные, перпендикулярно. То есть, подушечками мы зажимаем. И то же самое все проделывается на нижних струнах. То есть, на пятой, четвертой. Сверху вниз, сверху вниз, сверху вниз, сместились на один лад вниз. И поехали. Это одно упражнение, то есть, да, на месте. То есть, вы играете медленно, потому что быстро, медленно вы почувствуете, вы услышите качество своей игры. То есть, не надо спешить, иначе будет грязь. Грязь нам не нужна. Дальше упражнение, которое нам нужно, необходимо. Это можно сделать на открытой струне. Неважно, можно на закрытой. Тут момент, что нужно научиться расставлять акценты. Мы будем дальше разбирать какие-то кусочки, да, в дальнейшем. То есть, аккорды, которые играются на электро-гитаре. Непосредственно есть позиция, которая аккордово-фактическая. А есть такая же позиция, которая играется ритмом. Здесь нам нужно научиться ставить акценты. Тут тоже самая наша ритмика, те же самые ритмические рисунки мы будем разбирать. То есть, все, как видите, взаимосвязано музыке, ничего отдельного нет. Итак, что здесь? Здесь, например, вы играете на открытой струне, на шестой, например. Здесь она будет самая толстая, рука быстрее набьется. Что здесь? Играем шестнадцатыми. То есть, удары вниз-вверх, 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 шестнадцатые. Только смотри, зачем нам мы играем четыре шестнадцатых и делаем под цен как бы выделение на первую долю. Дальше мы играем и делаем выделение на вторую долю. Дальше на третью долю, естественно. Дальше мы должны научиться перемещать наши акценты при каждом новом проходе. То есть, сначала первая, вторая, третья, четвертая, первая. То есть, научиться опять же слышать уши, пальцы, ритмика. Все должны быть взаимосвязаны, потому что все части тела наши работают вместе. Когда получается правильный и красивый результат. То есть, получается что, да? То есть, перемещаем акцентики, да, то же самое. Это нам помогает, тогда мы будем играть риф, то есть. Теперь, теорию я вам рассказал. Теперь переходим непосредственно к изучению определенных произведений, да, где мы с вами будем использовать эти самые только что номер различных произведений. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok